Чак-чак, тульский пряник, хохломская ложка и деревянная фигурка колобка – сказочного символа Ульяновской области. Парты в кабинете иностранного языка школы 63 буквально завалены традиционными символами России. Всё это в ближайшие дни отправится прямиком на Тайвань местным школьникам. Таковы условия международного проекта Packet Exchange, в котором ульяновские школьники участвуют с 2015 года. Цель этого проекта в том, что мы собираем экспонаты, какие-то интересные вещи, характеризующие нашу культуру, наши традиции, обычаи, наши огромные многонациональные страны. И мы отправляем это всё нашим партнерам, друзьям. И, соответственно, получаем такие же посылки из разных стран. За годы участия в проекте партнерами ульяновских ребят становились школьники Тайваня, Сенегала, Ирана и даже Гавайских островов. В присланных посылках ребята находили государственные флаги, предметы одежды, игрушки, сладости и традиционные сувениры стран-партнёров. Некоторые из них порой ставили наших адресатов в тупик. Однажды нам из Гонолулу прислали какой-то предмет. Это, оказывается, были орехи. Мы первый раз их увидели, мы думали, что это за орехи. А они нам написали, угадайте, что это. Мы искали кучу информации в интернете, в справочниках различных. И всё-таки нашли, эти орехи называются кулькуль. Впрочем, и наши презенты не всегда понятны иностранцам. Тайванцы в своё время весьма озадачили обыкновенные вязаные шерстяные носки. Они очень удивились, так как мы не оставили никакой записки к этому предмету. И они не поняли, зачем им эти тёплые носки, так как эта страна тёплая, с тёплым климатом. И мы после этого в переписке объяснили, что у нас есть такая традиция, что бабушки вяжут шерстяные носки, так как зима у нас очень суровая. Но это уже как обычай. Зарубежных подарков, присланных к школе за 8 лет, хватило на целый музей. Азарт в практическом изучении иностранных языков и географии так захватил ребят, что они стали сами привозить сувениры из разных стран. Так в музее появились египетский папирус, турецкая челма, венецианские маски и многие другие экспонаты. Сейчас иностранных артефактов столько, что для их коллекции впору подыскивать новое помещение. Работа с международным проектом вдохновляет школьников. Александра такая активная, пригласила нас в этот проект. Спасибо ей большое. Она самая крутая учительница. Юлия Шагунова, Олег Тоньшин. Новости Уллправды ТВ.